Алик Вот у нас сегодня 16 августа 2015 года вечер Вот что-то стадо разбрелось и пастуха не видно И опять как обычно пошли где тюки Бокам это нравится, коровам тоже теребить Есть вот что свои рога натачивать Опять она пешит вон Только сено сыпется Заподозрила, что я иду И знать, что этого делать нельзя И сразу бежать То есть животные, коровы они тоже хитрые Знают, что за это их не полоскают Хорош ли? Хорош ли? Сейчас если здесь оставить, то травушка, конечно, хорошая, зеленая Но тюки будут страдать Плюс вон там за кустами поле Игорева барабаша Могут на поле зайти Обошли Обошли Оттянулись Непонятно даже половина стада здесь На не половину, но третья часть где-то примерно Где остальная часть непонятно Обошли 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 Вот так и Овцы духовные Без пастыря Разбередаются кто куда Через шаг Оттянулись Оттянулись Проказники Молодежь Вот так приходится ходить туда-сюда Туда-сюда Это, конечно, хорошо получается у собаки Она быстро, стремительно, в отличие от человека И вот так она бегает туда-сюда И загоняет стадо Приходится влево, вправо, влево, вправо Вправо, влево Иначе никак их То есть надо их немножко Сбуртовать Чтобы они в стадо немножко объединились Такое Более плотное Тогда легче будет управлять ими Оботянулись Куда пошли Обошли Старый шаг Подтянулись Потянулись Проказники Старый шаг Вон у нас Ерема Едет пастух Что ты, Ерема, не заметил их, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а что, Ерема? Иди-ка сюда. А разве там тебя не видно, что у тебя овечек-то нет? Видно. Ну ты там ходишь, ты же видишь, что овечек нет. Безраздущие или какое-то? А что такое? Я с той стороны коров заворачивала. Они пришиты не минуту назад. Мы сколько обедали, все сидели, ждали, ждали, никого нет. Ну ты же видишь, что это больше половины у тебя здесь. Кого заворачивал-то? Ты что делал-то? Коров заворачивать-то? Не знаю. Кого заворачивать-то, когда они все здесь? У тебя и коровы, и телята, и овечек-то. Там овечек-то, наверное, совсем уже нету. Нету? Нету, почему не ищешь? Как так? Овечек нету и даже нужды нет никакой. Ну это вообще пастухи-то. Это любой тебе скажет, что так не пастут. Ни одной овечки нету и спокойно, гляжу, ходишь там. Как можно спокойно? Их сколько? Тут больше сотни, наверное. Ну да вот. Все до одной ушли, прошли через лагерь, вон где машина. Зашли на это поле и дальше гляжу. Володя, я говорю, иди, я пошел. Залез на вышку, нигде не видать. На несколько раз посмотрел, нету. Ну думаю, надо искать там, около нашего огорода. Вы там любите отираться? Давай, иди. Давай, помолимся сначала. Образумление ваше. Вы в подбе относитесь никак к работе. Это работа очень серьезная. Господи Божий наш, слава тебе, единый вечный пастырь. Оставляющий 99 овец и одну потерявшуюся ищешь. Здесь же потеряны все и никто не ищет. В таком положении вся страна. Что ты власть отдал младенцам неразумным, которые правят так дурно этим народом. Они грабят его. И народ сделался достоянием всякого хищного зверя, всяких сектантов, перетеков. Всех, которые тащат их в погибель. Через это ты нас научаешь, Господи, быть внимательными. Дух пророка Еремия, да будет и в этом Еремии, Господи. Прости ему его небрежение, его беспечность. Только ты знаешь причину, почему он такой. Исправь его, наполни его огненным дыханием. Слово твое в нем, пророки, было как огонь разлитый, чтобы и в нем это же было. Сохрани нас от воров. От пожара, от нечистой силы. Тебе, Божья слава, хвала, счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ты вот что, маленько их туда можешь провести, чуть-чуть. А потом беги туда, успей завернуть. И соединишь оба. Еще рано домой-то? Нет, скоро уже. Ну давай, гони тогда туда. Видишь, как нас бы в лагере не было, и ты бы домой погнал без овечек. Молодина коров нету. Знаешь, как это называется, нехорошим словом. То есть, пастух слепой, написано, окрилел на один глаз. Это же ты же пастырь. Не дай Бог потеряется, что вот это столько. А они могли сейчас уйти, уйти в околах, их бы никто не нашел. Даже говорить не надо. Каприши хозяева, коровы нет. Но маленькие телята не хватятся. Их не доят, не поят. Давай с Богом, иди. И впредь просто будь понапряженнее. Не маяло, пойдем бегать уметь. В этом возрасте мы совершенно самостоятельные уже. Кому-то лет 14, наверное, есть. У меня у брата брату было, наверное, уже лет 10. Это самостоятельные. А я под пастуху у него 5 лет. И на нас одних все стадо отец оставлял, потому что дома строили дом. Он должен был быть там, помогать. Отец все одной рукой делал. И мы пасли. Ну, всякое было. Бывало, и проспишь. Спать охота. Страшно как. Идешь, спотыкаешься. Здесь вам бы надо раньше и лечь, а поиграть охота. У мамы сильно огурцы были. Огурцы в руке зажмем и в догонячки играемся. Прямо возле самого дома. Вот так вот, как от машины мы даже не отбегали. Ближе были. Ну, на улице свой ложок. Чтобы пойти куда-то ночью, мы даже это не слышали. Вот этот шарик. Шарик облавил скотину. Он не пустовая. Брыжка! Вот, видишь? Да вот, что-ли по ним. Ну, че? Че такое? Вот та женщина. Идите сюда Никита, тут арбуз дали. Люда угостила Ивану с Вектором, а они нам принесли. Сергей Павлович, это потеряевский арбуз. А здесь Сергей-то? Здесь? Офты забежали на площадку, представляешь? Дверь была открыта, кто-то открыл. Идите сюда. Кто-то дверь не закрыл, на площадку забежали овцы. Овец выгоняли из лагеря сейчас. Вот у нас? Да. А то там, где качели? Да. А то как же так они попали-то? Даже непонятно. Дверь не закрыли, говорят. Дверь не закрыли? Да. Ну это уже кто не закрыл-то? Их никто не открывал. Их никто и не открывал. Кого закрывать-то? Ребятишек нету. Держи. За Людмилу помолись. Володенька, садись. Смотри, вот это арбуз. Кожа тоненькая. Это в потеряевке такие. У нас таких нету. В том году у Устиновых 11 килограмм вырос один. Арбуз? Да. Ну я такого не видал. Самый большой. Давай.